А может и знакомо? Канал по-братски. Я не знаю, у меня свой канал, называется «Во свете Библии». Вот мы показываем и спрашиваем, у вас такая книга есть? Нету. Нету. Отсюда вывод. Раз нету, значит и не считаете. А не считая, вы не знаете закон Божий. А не зная, вы его нарушаете. А нарушая, вы погибаете. У вас в доме есть такая книга? Это Библия, да. Да. У вас такая книга есть в доме? Есть. А вы ее считаете? Нет. А почему? А если бы я не спросил, мог бы догадаться, что вы не считаете? Конечно. Сейчас мало такого народа, который читает Библию. А вы знаете, кто сейчас рулетку изобрел и для чего? Нет. 15-летний школьник двоечник Андрей Терновский. И у него одно интервью взяли, только он говорит, экзамен приближается, мне не сдать, одни двойки. Я решил думать, что делать дальше-то. И вот это сделал вместо разврата. Любое приходение, значит, здесь все, что угодно вытворяют. И он сразу стал миллионером, выехал в Америку, на Лазурном берегу живет. Мальчишка. И вот этот щадрулетка, все самое свирепое, самое безбожное, блудливое, все собрал сюда. Половина мужиков голые, бабки сиськами тут бабы трясут. Что попало? Совокупляются. Процентов 90 мусульман. То есть самое развратное, все сюда скатилось. И мы пришли сюда сказать, что творящие такие дела Царствие Божие не наследует. А за каждого человека умер Иисус Христос. Умер и воскрес. И мы пришли сюда напомнить. Такой, как ты есть, приди, приведи себя в порядок. Попроси прощения, Господь говорит, я умер за тебя. И кровь свою пролил страданием на кресте. Тебя я искупил. Я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты мне? После смерти есть другая жизнь, полная, без болезни, без воздыхания. Одни пойдут в рай, исполняющие заповеди Божии. Другие пойдут в ад, в вечный гиенский огонь с сатаною, где плащ искрежет зубов. И мы пришли сюда, православные проповедники, чтобы рассказать это людям. Здесь нет ничего. Вы должны быть закрыты. Вот видите, у меня как я застегнутый. Не знаю, видно, нет? Вот так. Чтобы закрыто было. Самое ценное свое не надо выставлять. Здесь собрались походливые жеребцы. И они ищут таких же кобыл. А что вы тут делаете? Я вам сказал. Нужного врачей имеют больные. Мы пришли сюда, чтобы осветить этот мрак светом Евангелия. А вы зачем тут объясняете? Я объясняю, что я проповедник православный. И сюда пришел, чтобы людям рассказать о Христе. Что ждет за эти дела, которые тут делаются. Так вас никто не слушает. Вы сейчас слышали, я ответил. Да, мы слышим. Да, я для этого и пришел сюда. Она пытается до вас донести то, что вот мы вас выслушали. Мы вас послушали. Много таких, как мы. Мне кажется, все остальные просто пролистывают. Это я не знаю всех. Но я знаю, что в общей сложности до лета, я с 10 июня до 10 октября не был. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. У нас этого нет. И вот я уже около 4 месяцев. И думаю, что бесед провел больше тысячи. Бесед. А вот так, чтобы человек слышал и рад был, и вышел, немного. Примерно человек 201. Примерно. У нас очень большие ресурсы. Вот у меня сейчас рулетка. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Вот здесь же. Сейчас рулетка. Нет, это в Ютубе. В Ютубе у меня. 17 600 роликов. 17 тысяч. А спрашивают, какая посещаемость? Посещаемость не так и большая. 43 миллиона. Мы людям несем... Пожалуйста, вы всех снимаете в Ютубе? У нас все снимается. Мы нигде ничего не таим. Мы открыто говорим. Вот я начальник детского лагеря. Сам его основал. Особое правило. И я его начальник практически 48 лет. Как директор. У нас при игре... Мальчики бывают, играют где-то там в футбол или что-то. Мальчики не имеют права прикоснуться к девочке пальцем. Чтобы они были настоящие девушки. Не надкушенные яблоки. Но она не должна лезть к нему. Расскажите, пожалуйста, как вас в Ютубе найти? Запишите два слова. Я вам дам координацию свою. Игнатий Лапкин. Запишите. И мне сюда... Мне напишите сюда, я посмотрю, правильно или нет. Игнатий Лапкин. Не торопитесь, сколько не уходите. Игнатий Лапкин. Вы сохраните это для себя. Таких ресурсов в мировой сети. Игнатий Лапкин. Так, Игнатий Лапкин. Абсолютно правильно. Вот в Ютубе у нас «Восцвете Библии» называется. Канал «Восцвете Библии». Напишите дальше. Канал «Восцвете Библии». Вот Библия, от неё свет идёт. И сейчас откроется. Канал «Восцвете Библии» Игнатий Лапкин. Открылась? Попробуй открыть. Канал. Канал «Восцвете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, ещё раз. Я уже думаю, увидели. Сейчас, минуточку. Да. Вот, Свети. Библия открылась? Да. Ну, там написано, сколько подписчиков. Ну, тут видео в Ютубе открылись с вами. Ну, ладно. Дело в том, что если вы зайдёте по скайпу, скайп, слушайте внимательно, по скайпу Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. С этой имени и фамилией я один на всю мировую сеть. И я вам скину данные. Вот у меня есть сайт, сайт, это «Восцвете Библии». Там моих 43 книги, которые у меня из печати вышли. И вы увидите, ну, там ответ я студентам, какой я даю на 4124 вопроса. 55 папок на первой странице. Вы сейчас зарядите. Сайт, сайт, Игнатий Лапкин, «Восцвете Библии». Откройте. Везде одинаково. Сайт, «Восцвете Библии» Игнатий Лапкин. Да. Вот там 55 папок. Там семья, дети, мусульманство, евреи, то есть 55 разных названий. И там я даю ответы студентам. Вам будет очень интересно. Я отвечаю, что об этом говорит. Не сам отвечаю. Я знаю, что написано в Библии, в святых отцах, в канонах, в житиях. И что говорит мировая поэзия. А это 20 тысяч фавелов. Хорошо, мы вас поняли. Спасибо большое. Храни вас Господь. До свидания. До свидания. С Богом. Как вас звать-то? Валентина. Валентина. Это означает сильная. В переводе на русский язык. Сильная. Будь сильная. Победи все эти влечения к миру. Прими Христа, который умер за нас. Который распят за нас. Какая есть, приди. Сходи в храм, к священникам, исповедуйся. Другая жизнь будет. Здесь ничего путного нету. Здесь ищут только похоть и излить похоть. Страшное место, которое будет сожжено огнем Богом. Спасибо. Валентина, береги себя и подруге своей скажи это. С Богом. Здравствуйте. У вас в доме такая книга есть? Нет, такой нету. Вы не считали ее? Нет. А сколько же вам лет? 22. 22. Могли бы достать, просчитать. Вы взрослый мужчина уже. Ну, да, но просто мне это неинтересно. Хоть и верю в Бога, но неинтересно. А вы ее сколько раз просчитали? А я не читал вообще. Она неинтересно. Знаете, напоминает, когда Солженицыного выдвигали, высылали, то доярка выступает. Я за то, чтобы Александра Исаевича изгнали из страны. Я не считал, но я против архипелагу ГУЛАГ. Так не годится. Нельзя отвергать то, чего не знаешь. И не слышал, есть ли вред в этом. Я 57 лет ей занимаюсь. В 23 года уверовал. То есть, мне 81 год. В Библии дается ответ на все вопросы. Вот представьте, меня вызывает не куда-то, а дом ученых, академгородок Новосибирский. Слышали? Но... Ученейшие люди мира собраны. Я выступаю перед ними с Библией в руках. И говорю, в этой книге ответ на все вопросы, кроме одного. Мужчина один встал и говорит, я Библию считаю, показывает, там, профессор какой-то. Я не согласен. Я говорю, а сколько вопросов? Давайте, три вопроса вы мне зададите, самые трудные. Если я отвечу, тогда вы перед народом попросите прощения. Можете? Мы на практике входит. Как обычно, бывает в другой комнате у бабушки, а бабушка спит, говорит. Нет. Нет. Покажи мне кабинет. Нет, смотри кабинет. То, что... В училище. Тут один вопрос. Вот мы с вами встретились. С чем мы можем помочь друг другу в чем-то? С чем может быть полезен один другому? Мы... Тут вообще заходят пообщаться. Тут общаться нечего. Это место блуда. Приходят только найти бесплатный разврат. Чтобы не платить ничего и нет. Кроме сифилиса ничем не расслаблятся. Отец, скажи, ты хотел все просветить? Да, просветить. С этим мы пришли как врачи к больным людям. Только не материтесь, чтобы ни одного слова не было слышно, чтобы вам не было стыдно завтра. Хорошо. Итак, мы пришли с такой вестью, что две тысячи лет назад на землю сходил Господь Христос. И Он умер распятый на кресте. И воскрес для нашего оправдания. И верующий в Него может получить прощение грехов искренне кающихся. И жить по-божески. И тогда вы увидите, что здесь за садом. Что это делается. У человека два пути после смерти. Исполнение заповодей и неисполнение. В Евангелии от Марка написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Яна 3.36 говорится. Верующий в Сына Божия Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Где плащ и скрежет зубов вместе с дьяволом в огне. Это в Откровении? Это написано и в Откровении. 25 глава Евангелия от Матфея. 20 глава Апокалипсиса. Кто? 20 глава Апокалипсиса. Откровение Иоанна Богослова. А. Апокалипсис. Да. А вы кто будете? Православный? Я православный. Вы разве не видите, если я совершаю крестное знамение, это означает, я не сектант, а православный. Я не заметил. Вот. У вас какие-то вопросы, касающиеся спасения души, вечности, будущей студии, мира, какие-то вопросы есть? Нет, нету таких вопросов. А вы знаете, почему вопросов нету? Две причины. Первая, все знает, а ему еще сказать, когда знает. И второе, ничего не знает, даже вопрос задать не может. Я долгое время вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах. Понимаешь? И студенты иногда так отвечают. Вот, они так, Андрей, вставай, щупай. Ладно, свидание. Люди, которые не верят в Бога, написано, верующий в Сына Божия, Иисуса Христа, иметь жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В озеро огненное с сатаной вместе. Вам не смешно? Можно смеяться. Говорит, хорошо смеется, кто последний. Вы смеетесь, говорит, на сегодня плач превратится, который сегодня плач в радость превратится, а смех в горе. Да ладно-ка. Так почему вашей страной управляет сатана? Почему решили, что сатана управляет? А кто? Если вы в ролике здесь утонули, здесь в блуде люди, то это не означает, что все так живут. Вы отвечать будете или нет? Я вам ответил. Не управляет сатана. Не управляет сатана. Сатана управляет теми, кто не верит во Христа. Ими управляет. А верующим он не управляет и близко не подходит, как огня боится. Серьезно? А нам нельзя лгать, потому что ложь от сатаны. Насколько же вам промыли мозг, а? Так вы только не материтесь, я сказал, чтобы не ругались. Я не матерюсь. Ну, пойдет к этому. Я уже по глазам вижу, что перед вами преград нету. Любой грех сделаете. Какой грех? Любой. Безнравственность, оскорбление, табакокурение, блуд. Вы понимаете то, что вы уничтожаете свою страну, в которой живете? Это вы уничтожаете, которые не верите. А мы ее строим. Что вы строите? Я начальник детского лагеря, 48 лет уже. Тысячи детей без помощи государства подняли. Строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта нету. Ни одного развода нету. Я преподаю в пяти университетах, бесплатно 18 лет. В тюрьме работаю бесплатно, помогаю встать на ноги. А вы мне говорите. Вы не знаете, с кем разговариваете, юноша. Я не разговариваю. Лапкин Игнатий Тихонович. И мне должно о чем-то сказать? Конечно. Серьезно? Если я был в другой стране? А разницы не имеют. У меня, допустим, вот здесь есть в Ютубе ролик. У него 17600 роликов в Ютубе. Канал у меня есть. Просмотров, наверное, да? 43 миллиона просмотров. А это что за ролик такой? Ну-ка, скиньте-ка мне. Пишите. Во свете Библии. Я запомню. У меня память хорошая. Вы пишите. У вас памяти не хватит. Во свете Библии пишите. Вы спросили, я даю с данные. Вы мне ничего дать не можете. А вам даже писать неохота. Пишите. Давайте. Вот. Во свете Библии. Канал. Слово канал поставьте. Игнатий Лапкин. Это я. Теперь смотрите, что откроется. Ну, это я сейчас вбивал здесь, в чате. Сейчас посмотрю. Пожалуйста. Вы зомбируете людей, я гляжу, да? Вы пока не давайте отчет. Вы не знаете, с кем разговаривать. Я уже увидел, да. Увидел. 12 тысяч подписчиков, да? Нет. 43 тысячи. 43 тысячи. И 43 миллиона просмотров. Понятно. Так и зачем вы зомбируете людей? Так, подождите. Кошмар. Вы зомбируете людей. Так, вы разговариваете, не знаете с кем. Только вы демон. Так, тихо. Остановитесь. Представьте себе, что я живу на одном месте, я ни в других городах не работаю в одном, а одновременно веду занятия в пяти университетах. 13 школ. Во всех отделах милиции. Слушай внимательно. Во всех воинских частях, заводах и пабриках. Три радиопрограммы. И никто не знает этих слов. Все знают, что мы приносим великую пользу.